наступил долгожданный май в преддверии праздника великой победы я нарисую вместе с вами один из символов мира голуби если тебе эта тема интересна то ставь лайк открывай кору и рисуй вместе со мной всем привет с вами снова я наталья и школа графического дизайна как вы видите я отрисовала руками вот такую эмблемку если мы внимательно посмотрим на это изображение то увидим что в основе крыла также как в основе вот этой части туловища лежит в общем-то капля а предлагаю ее нарисовать не стандартными фигурами потому что она не красивая стандартных фигурах напомню они находятся вот здесь в основных фигурах кого строят капли пробуйте ей я рекомендую нарисовать таким способом берем прямоугольник зажимаем control пока размер нас не интересует и мы рисуем в пустом пространстве вторую расчелку зажимая снова control поворачиваю под 45 градусов теперь либо вот этой кнопочкой либо правой щелкнем преобразуем в кривую и инструментом форма вторая стрелка уберем вот эти три нижних точки да получается такая у нас капли мы ее чуть-чуть деформируем вытягиваем сейчас сделаем чтобы нам на коричнево сером фоне было видно давайте сделаем желтый контур и достаточно его толстеньким чтобы тоже нам легко это все было с ней работать заношу на птицу на всякий случай продублируем не знаю понадобится или нет эту каплю и теперь ее разворачиваю и с размером работаю здесь размеры в принципе у меня уже определены я поэтому не буду тут ничего умудрить прям буду обводить а снова инструмент формы щелкаем здесь ставим точку два раза еще то есть нам самое главное чтобы между вот этими точками у нас получились красивые плавные линии здесь вот никаких не должно быть шероховатостей очень плохо на сером фоне видны и вот эти наши усики манипуляторы если правильно их называть ну давайте будем все-таки их находить можно вид каркас сделать может быть будет лучше видно и вот так повторяем контур снова сделаю расширенный теперь нам нужно сделать вот эти выемки но можно в общем то взять наверное ту же самую каплю продублировать то есть я веду и одновременно ставлю правую клавишу теперь нам ее нужно отзеркалить и повернуть сделаем давайте и другим цветом чтобы понятно было уменьшаем и вот сейчас нас интересует вот заход на сколько одна капелька заходит на другую поворачиваем естественно ее и вот так вот можно сплющить снова повернуть тут уже у вас наверно немножечко своя картинка получится второй раз дублирую ну вот наверное еще чуть чуть сплющить еще раз повернуть теперь берем щелкаю shift он все эти три капли и нажимая задний минус передний вот у нас получился такой вариант можно его доработать опять же берем инструмент форма тянем рисуем рисуем усиками картинку я это естественно оставлю чтобы вы могли скачать повторить можете нарисовать какого-то своего голубя вот наша крылышка закончена сейчас мы его продублируем виду зажата левая клавиша одновременно ставлю правую клавишу покрасим его давайте другой цвет естественно чтобы нарисовать тело я его увеличу и поверну ну каким-то вот таким образом немножко повторюсь можно не отрисовывать так идеально ну пусть останется таким образом чуть-чуть вот так вытянем и что мы видим здесь у нас тоже в основе лежит круг но наверно самый все-таки простой способ нарисовать свободной формой я беру сейчас свободную форму щелк пока сделаю рубленую а потом все это мы скруглим с вами это не проблема то есть переломах мы ставим точки обязательно контур замкнуть вот я проверяю что у нас она заливается тоже сделаем рыжий тоже сделаем потолще теперь выделяем переводе в кривые и перерождаем вот эти все в оголочке мягкие плавные будем рисовать сейчас сольем и у нас все получится с вами уже в туловище так сейчас сразу же солью с шифтом беру 2 рыжих формы и сливаю единое целое и продолжаем рисовать то есть этот мы должны сделать симметричным уголочком вот этот тоже я полагаю симметричным но лучше все отрезки перевести кривую и манипуляторами нарисовать так вот это shift pitch up на передний план можно в общем то уже птицу вынести нарисованную свободное пространство залить ее давайте пока зальем каким-то сероватым что было хорошо видно контур сделаем уже с вами давайте черным пока что ну что и конечно хочется чтобы уголочки были не такие острые выделяю все вместе иду в перо а делаю какой-то единый контур давайте сделаем 3 обязательно скругление сделаем вот углы поворота мягоньки лучше поставить сразу масштабировать объектом чтобы у нас изменялся размер при увеличении уменьшения нажимаю ok вот тут мне не очень нравится вот эта выемка длинная немножко я и сейчас дорисую теперь переходим к декору что мы видим что у нас есть на каком-то отдалении повторяющийся контур что для этого делаем выбираем форму берем инструмент контур интерактивный зажив левую клавишу ведем вовнутрь придем во внутрь и смотрим сколько у вас размер свой сколько этот переход должен получиться то есть одна у меня ступень давайте переход поставим циферка 7 хорошая цифра вот надо запомнить потому что здесь у нас то же самое будет как устроен контур правая клавиша разъединить сейчас у нас отдельно один контур и отдельно второй то этого мы убираем заливку идем в контур и выбираем тип этой линии пунктир например редко да то есть надо почаще поставить вот этот вариант смотрим что получается ага получается не то что хотелось бы поэтому нам нужно сделать обязательно концы линии вот таким образом тоже средняя мягонькая и скорее всего придется пореже все эти штуки окей ну неплохо получился нормальный хороший вариант и то же самое со вторым контуром берем туловище берем контур вовнутрь на 7 разгруппировываем и правка копировать свойства цвета абреса перу абреса вот отсюда показываем контур нам не нужен заливка нам не нужно отменяем ее все с голубем у нас закончилась сейчас нарисую ветку ветка что если мы тоже посмотрим на вот эти листики то это очень простая форма для этого мы возьмем сейчас с вами круг с контуром я нарисовала дальше виду с контурами одновременно нажимаю правую клавишу выбираю вместе и нам нужно вот это пересечение то есть сейчас на пересечении вот этих двух форм появилась третья форма то что нам нужно зеленым с черным контуром можно ее сплющить можно оставить так я наверное все таки немного сплющу эти уже не понадобится убираю толщинку точно такую же то есть плодить тоже толщину раз разную не нужно вот у нас есть три контура давайте будем делать все правка копировать свойства цвет перу абреса отсюда отлично теперь нарисуем сам саму веточку в принципе можно нарисовать и через большую большую часть окружности переключая на дугу и рисую ту частичку которая нам может оказаться подходящей вот я думаю такой вариант тоже самая правка копировать свойства толщинку делаем точно такое же и сейчас нужно разместить листики вдоль этой нашей с вами веточки но единственное что у нас поставлена галочка что уменьшается мы сейчас их продублируем и потом все же таки приведем к единому знаменателю теперь мы приводим к единому знаменателю как я уже сказала у нас 3 миллиметра масштаб и повороты мягкие лучше сгруппировать shift page down поставить на дальний план и вот так вот сюда клювику принести наверное еще осталось сделать глаз глаз у нас черный и поставить чтобы она у нас эта точка не спорила наверное со строчкой нарисуйте куда вот он может стать вас все-таки немножко наверное будет рисуночек свой но на это можно было бы закончить но я хочу его все-таки поместить в круг и еще кое-какой момент уже декора сделать давайте мы продублируем капли нам в общем тоже не нужно так смотрите что я хочу вам предложить в качестве дополнительного оформления я беру снова элипс зажимаю control в виду рисую круг круг давайте сделаем каким-то контрастным а сделаем его голубоватым shift page down на дальний план сейчас нам нужно найти местоположение смотрим здесь уже только зрительно то есть если мы выделим сгруппируем вернее голуби и вместе с кругом будем выравнивать нужно делать это именно оптически давать немножко цвет сделаем посложнее но темнение это чтобы нам видно было дальше момент следующий веточку мы пока унесем дальше следующий момент я хочу сделать вот так вот от него тоже контур для этого я сейчас выделяю shift-ом внешнее крыло и внешнее туловище то есть без строчек правка копировать правка вставить либо горячими клавишами и форму эту сливаю теперь ничего нам не нужно никуда перемещать беру контур и тяну вот так вот во внешнюю среду уже ставлю при этом не обращайте внимание что такие получается стрелы мы это сейчас в круг все загоним и вот так вот выбирая количество этих переходов делаю вот такой вот штуковины теперь правая клавиши нет нам сейчас надо цвет подобрать а переход полности голубой синий какой-то более сложный давайте сделаем такой теперь правая клавиша разъединить то есть этот нам уже контур не нужен нам нужно выделить тот который лежит в самом низу вот мы его выделяем shift-пэч-ап на передний план теперь нам можно его уже сделать в общем-то белым он уже у нас светится у этой группы объектов убрать контур и теперь принести обратно веточку shift-пэч-ап она у нас осталась на дальнем плане еще вытянуть на передний план нам нужно с вами голубя все сгруппировали голуби можно сгруппировать shift-пэч-ап так теперь на передний план в каркасе вытягиваем круг выпуск не получается выделить окей тогда мы делаем эту группу shift-пэч-down на дальний план теперь выбираем группу идем эффекты power clip поместить во фрейм показываем что мы устанавливаем его в круг ну вот такой голубь у нас получился ваша задача нарисовать голубя своего обязательно кто это сделает отправляйте мне вконтакте чтобы я оценила вашу работу если видео было вам полезным не забывайте ставить лайк подписываться на канал спасибо за внимание с вами была наталья и школа графического дизайна всем пока